Добрый день! Добрый день, уважаемые девятиклассники, и добро пожаловать в электронную библиотеку уроков по физике. Сегодня урок физики проведу я, учитель первой категории, Вангелий Виктория Викторовна. Мы продолжаем изучение модуля номер один, который называется «Геометрическая оптика». Тема сегодняшнего урока – решение задач по теме «Преломление света. Законы преломления». Цели урока. К концу урока вы сможете применять законы преломления света при решении задачи. Для начала повторим основные понятия, изученные на предыдущих уроках. Что происходит со световым лучом на границе раздела двух средств? На границе раздела двух средств световой луч преломляется. Что называется «Преломление света»? Изменение направления распространения света при переходе через границу раздела двух однородных прозрачных средств называется «Преломлением света». Сформулировать первый закон преломления света. Падающие и преломленные лучи всегда лежат в одной и той же плоскости с перпендикулярным границей раздела двух средств, опущенным в точку падения луча. Сформулировать второй закон преломления света. Отношение между синусом угла падения и синусом угла преломления является постоянной величиной, то есть константой для двух данных средств. Математическое выражение второго закона преломления света выглядит следующим образом. Отношение синуса угла α к синусу угла γ равно n2,1. Какой угол называется углом преломления? Угол между преломленным лучом ОБ и перпендикуляром ОД границы раздела двух средств, опущенный в точку падения луча, называется углом преломления. На рисунке он обозначен буквой γ. Какой угол называется углом падения? Угол между падающим лучом АО и перпендикуляром ОЦЕ, граница раздела двух средств, опущенный в точку падения луча, называется углом падения. На рисунке он обозначен буквой α. Аристотель когда-то сказал, ум заключается не только в знании, но и умении прилагать знания на деле. Сегодня на уроке мы будем прилагать знания на деле. Итак, первое задание. Луч света падает на стекло под углом 45 градусов. Известно, что угол преломления данного луча равен 30 градусов. Найдите показатель преломления данного стекла и примерное значение скорости света в нем. На основании условия задачи записываем данную. Н1 равно 1, это показатель преломления воздуха. Угол α равен 45 градусов, угол γ равен 30 градусов. Необходимо найти показатель преломления второй среды, это Н2, и скорость распространения света в этой среде, В2. Применяем второй закон преломления света. Отношение синуса угла α к синусу угла γ равно n21, это первая формула. n21 равно отношению n2 к n1, это вторая формула. Подставляя формулу 2, В1, получим отношение синуса угла α к синусу угла γ равно отношению n2 к 1. Третья формула. Из формулы 3 получаем произведение синуса угла α на n1 равно произведению синуса угла γ на n2. Четвертая формула. На основании четвертой формулы мы получаем, что n2 равно отношению произведения синуса угла α на n1 к синусу угла γ. Это пятая формула, которая является рабочим. Далее нам необходимо найти скорость распространения света в данной среде. Итак, n2 равно c делить на v2, где c – это скорость света в вакууме. Из формулы 6 мы получим, что v2 равно отношению c к n2. Это седьмая формула, которая является рабочей. Произведем в вычислении. n2 равно отношению синуса 45 градусов умножить на n на 1 и деленное на синус 30 градусов. n2 равно, подставляя значение синуса 45 градусов и синуса 30 градусов из таблицы значения синусов, мы получим, что n2 равно 1,04. v2 равно 3 умножить на 10 восьмой степени метров в секунду, деленное на 1,4. И получим, что v2 равно 2,14 умножить на 10 восьмой степени метров в секунду. Записываем ответ задачи. n2 равно 1,4 – это показатель преломления стекла. И скорость распространения света в стекле равна 2,14 умножить на 10 восьмой степени метров в секунду. Предлагаю выполнить второе задание. Два разных стекла с показателями преломления 1,5 и 2,1 сложены вплотную друг к другу. Может ли луч света, пройдя сквозь одну из стекол, полностью отразиться от второго? Значит, на рисунке показано два стекла, которые размещены вплотную друг к другу. Световой луч переходит из воздуха в первое стекло, затем во втором стекле отражается. Нужно ответить на вопрос, может ли световой луч во втором стекле полностью отразиться? Итак, на основании условия задачи записываем данную, используя условные обозначения. Показатель преломления первого стекла равен 1,5. Показатель преломления второго стекла равен 2,1. То есть n1 и n2 – это абсолютные показатели преломления стекла. Применяем второй закон преломления света. Отношение синуса угла альфа к синусу угла гамма равно n21. n21 равно отношению n2 к n1. Поставляя формулу 2 в формулу 1, мы получим, что отношение синуса угла альфа к синусу угла гамма равно отношению n2 к n1. Это третья формула. Для воздуха абсолютный показатель преломления n равен 1. Рассмотрим переход светового луча из воздуха в первое стекло, а затем, пройдя второе стекло, полностью отразиться от него. Составим систему уравнений. Отношение синуса угла альфа к синусу угла бета равно n21, откуда следует, что синус бета равен отношению синуса угла альфа к n2. Отношение синуса угла бета к синуса угла гамма равно отношению n1 к n2, откуда следует, что отношение синуса угла альфа к произведению n2 с синуса угла гамма равно отношению n1 к n2. Получим, что отношение синуса угла альфа к синусу угла гамма равно n1, откуда следует, что синус альфа равен 1,5. Как известно, функция синуса принимает значение в пределах от минус 1 до плюс 1, поэтому полученное уравнение не имеет решения. Это говорит о том, что нет такого угла падения альфа, при котором луч света прошел бы в одно стекло, но полностью отразился от другого. Следовательно, ответ луч света, пройдя из одного стекла, не может полностью отразиться от другого. Предлагаю выполнить третье задание. Скорость распространения света в первой среде равна 225 000 км в секунду, а во второй среде равна 200 000 км в секунду. Луч света падает на поверхность раздела этих сред под углом 30 градусов и переходит во вторую среду. Определите показатель преломления второй среды относительно первой и угол преломления луча. Итак, записываем данную, используя условные обозначения. В1 равна 225 000 км в секунду. В2 равна 200 000 км в секунду. Угол альфа равен 30 градусов. Необходимо найти угол преломления гамма и Н2,1. Переводим в систему С. В одном километре тысячу метров. Следовательно, мы получим 225 умножить на 10 в шестой степени метр в секунду. И 200 умножить на 10 в шестой степени метр в секунду. Решение. Н1 равно отношению С к В1. Н2 равно отношению С к В2. И в первой формуле, и во второй формуле С – это скорость света в вакууме. Н2,1 равно отношению Н2 к Н1. Подставляя первую и вторую формулу в третью, мы получим, что Н2,1 равно отношению В1 к В2. Это четвертая формула, которая является рабочей. Далее, отношение С к синусу угла Альфа к синусу угла Гамма равно Н2,1. Это пятая формула, откуда синус Гамма равен отношению синуса угла Альфа к Н2,1. Это шестая формула, которая является рабочей. Итак, произведем вычисление. Н2,1 равно 225 умножить на 10 в шестой степени метра в секунду разделить на 200 умножить на 10 в шестой степени метра в секунду. Получим, что Н2,1 равно 1,125. Синус Гамма равен синус Гамма равен синус 30 градусов, деленное на 1,125. Синус Гамма равен 0,5 разделить на 1,125. И мы получим, что синус Гамма равен 0,444. Угол Гамма равен 26 градусов на основании значения синусов из таблицы. Записываем ответ. Н2,1 равен 1,125. И угол Гамма равен 26 градусов. Итак, следующее задание. Почему, открывая глаза под водой, мы увидим размытые очертания предветом? Почему маска для подводного плавания позволяет отчетливо видеть под водой? Ответ. Преломление света в оптической системе глаза происходит в основном на внешней поверхности роговицы. В воде это преломление резко ослабляется, потому что показатели преломления воды и роговицы почти равны друг другу. В результате глаз становится настолько дальнозорким, что даже при максимальной деформации хрусталика не удается сфокусировать воображение на сетчатке. При наличии же маски роговица граничат не с водой, а с воздухом внутри маски. А прохождение света сквозь плоское стекло маски практически не влияет на четкость изображения. Вспомните, как четко видны рыбы через стенку аквариума. Задание 5. В каких случаях угол падения равен углу преломления? Угол падения равен углу преломления. Если показатели преломления двух сред одинаковы, или угол падения равен 0. Определить, утверждение истинно или ложно. Угол преломления всегда меньше угла падения. Данное утверждение ложно, так как мы знаем, что в зависимости от того, из какой среды и в какую среду может переходить световой луч, угол преломления может быть больше или меньше угла падения. Если световой луч переходит из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду, то угол преломления больше угла падения. Данное утверждение истинно. При переходе светового луча из одной прозрачной однородной среды в другую, световой луч не изменяет своего направления. Данное утверждение ложно, так как мы знаем, что при переходе светового луча из одной прозрачной однородной среды в другую, световой луч на границе раздела двух сред преломляется, то есть изменяет свое направление. Скорость распространения света в среде не зависит от плотности среды. Данное утверждение ложно, так как скорость распространения света в среде зависит от ее плотности. Помните, сидим дома и вместе учим физику. Знаете, мы не учим физику, а исследуем, открываем и познаем окружающий мир. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok